МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Это платформа онлайн-обучения, основанная в 2012 году. Сегодня компания сотрудничает с 275 университетами мира. Учащиеся специализированные школы-интернат Мурагер Карагандинской области и Назарабаевской интеллектуальной школы города Шымкен стали бронзовыми призерами международного чемпионата по робототехнике в штате Массачусетс. В соревновании приняли участие более 700 школьников из 20 стран мира. Команда «Клач» из Шымкента вошла в тройку лидеров номинации «Инновейшн Проджект Эворд». Карагандинская команда «Жель Токсам», представившая проект ветроэлектростанции, впервые в истории страны заняла третье место главного приза конкурса «Чемпионс Эворд». Министр просвещения Гани Бесимбаев и Акимобласти Лутао Берег Абдухали приняли совместный документ по развитию дошкольного, среднего, технического и профессионального образования. Дорожная карта включает в себя более 80 мероприятий. Согласно плану Акимата области в 2029 году, государственный заказ построит 9 школ на 4680 мест. Также запланировано строительство трех детских оздоровительных лагерей и шести крупных центров творчества. По словам министра, такие комплексные меры значительно улучшат качество образования в регионе. В столице прошел первый международный форум психологов при поддержке Министерства просвещения и Европейского совета в поддержке талантов. Двухдневное мероприятие – актуальные проблемы диагностики и развитие способностей и одаренности детей и молодежи. Посетили 250 участников, 10 спикеров, подняли ряд актуальных вопросов. В рамках форума был организован круглый стол – пространство для форсайт-сессий, на которых были представлены современные тенденции психолого-педагогического сопровождения, развитие способностей детей в системе образования, пути развития способностей и одаренности учащихся с особыми образовательными потребностями в условиях инклюзивной среды. Также были проведены кранч-сессии и мастер-классы для специалистов с участием международных и отечественных экспертов. В духовной столице страны прошло заседание рабочей секции образования и наука в рамках предстоящего национального курултая. В ней приняли участие министр просвещения Республики Казахстан Гайни Бесимбаев. На встрече были подняты вопросы дошкольного, среднего, технического и профессионального образования, в том числе развития сельских школ воспитания, подрастающего поколения, повышения качества образования и другие. Субтитры создавал DimaTorzok